Окай, всё по порядку. Первое, конечно это не Fallout, потому что ну совсем не Fallout же. Что такое Fallout? Fallout это целый жанр сам в себе. В этом жанре есть три игры. Первая, вторая и New Vegas. Fallout 3 и 4 это подобно тактик спин-оффы, связанные с оригиналом только сеттингом. Так я могу не превратить ревью в непрерывный поток нецензурной брани. Теперь по порядку. Система крафта есть, работает и любителям понравится. Особенно когда к ней прикрутят 9000 дополнительных свистелок разработчики модификаций. Система строительства есть, но она очень куцая, хотя и позволяет прилично расстраиваться. В эпичные осады крепостей не поиграть, печаль беда. Ролевую систему кастрировали, выкинув навыки. Она всё ещё выполняет часть своих функций, но в целом конечно бестолково. Это называется «Лечить методом ампутации». Накосячились с тем, как работают навыки в Fallout 3? Ай-яй-яй, подножите навыки. И ничего, что система StatTradeSkillPerc делала ролевую систему Fallout 1-2 чрезвычайно глубокой и гибкой. А связка практически статических статов, простите за каламбур, и динамических навыков позволяла проходить и перепроходить игру принципиально по-разному. В четвёртой части не существует понятия билда. Набор характеристик почти ни на что не влияет, и как следствие играть можно почти как угодно. Технически в самом начале надо решить, будем сникать или воевать, чтобы потом стало ясно, что из-за особенностей местных квестов начинать надо с воевания, а сник потом сам вкачается. Силовая броня стала внушительной, брутальной и даже немного хардкорной. Это хорошо, но ещё она почему-то практически не греет душу, и в итоге я ей фактически не пользовался, ибо скучно. Не перепёрло меня пользовать и местные крафтерства. Всё равно лучше кубача сделать сложно, а Fallout 4 в этом смысле вообще уступает целому ряду франшиз. Казалось бы, это же так сбоку припёку фича, но она играет значимую роль в компаниях Братства и Минитменов, особенно Минитменов, и вообще предполагается как главный источник реиграбельности. Почему? Потому что компания линейна как ствол гауссовой пушки с одной большой развилкой под конец, которая очень слабо влияет на что бы то ни было, определяет только источники бесконечных радиан-квестов. Больших сайт-квестов мало, но те, что есть, собраны прилично. Хуже всего с диалогами. С одной стороны, беседка сделала небольшой прорыв, и качество работы над персонажами наконец-то на высоте. Явно видно влияние ранних масс-эффектов. Все спутники и многие ключевые личности прописаны ёмко, хоть и не слишком глубоко, динамически реагируют на действия игрока, типа любят, когда вы делаете те или иные фишки, а при должной прокачке взаимоотношений готовы беззаветно вас любить в любой кровати, что выражается в подмигивающем на утро волтбое и бонусе к опыту. Озвученность персонажа раздражает не так сильно, как я ожидал, а иногда даже доставляет весёлыми воплями при приёме некоторой наркоты, например. С другой стороны, вам никогда не предложат больше четырёх фраз на выбор, а те, которые требуют проверку на харизму, и только на неё, и вовсе редки, как инопланетные бластеры, что делает отыгрыш дипломата окончательно бессмысленным. Сам сюжет куц, но, к счастью, практически избавлен от дегенеративного абсурда, имевшего место в Fallout 3, где царствовал адский микс из роялей, нестреляющих ружей, одномерных персонажей и полнейшей ахинеи, достойной детсадовских фанфиков. Карта мира вышла не то чтобы большой, но насыщенной. Правда, занятия на ней из-за малого числа квестов и поселений довольно ограничены и сводятся в основном к тому, что цели, по которым вы фигачите из разных видов оружия, в разных местах разные. Стрельба однозначно улучшилась, шутерная составляющая практически хороша, и теперь можно играться в пострелушке в своё удовольствие. Некоторые вещи, правда, реализованы неудобно. Удар прикладом и сильный удар, а также бросок гранаты повешены на одну клавишу, и иногда швыряешь гранату вместо удара или бьёшь вместо броска гранаты. Отдельные враги также по-прежнему воспринимают пулемётную очередь в голову как мелкое неудобство, хотя другие честно ваншотятся. В целом, игра качественная, хорошо выше среднего и может доставлять удовольствие. Но это не Fallout и никогда им не будет. Пошёл, перепройду вторую часть горя. Пошёл, перепройду вторую часть горя.